всем привет мои хорошие немножко такой ну не грустненький ролик даже не знаю как его назвать ну и не бомбящий что-то средненькое между этим в общем-то многие заинтересовались сейчас почему я хочу сказать станга пеями не станга пеями шамбургиями мермика филами и вот подобными вот они красоточки у них шикарные цветы но как всегда многие заинтересовались многие купили но многие не почитали тут хочу ответить на два вопроса сегодня очень они меняют животрепещут а я их встречаю постоянно в группах где я подобное покупаю где подобное привозят очень много возмущений и истерик и споров очень многое начали обвинять продавцов но вот я не люблю такие обвинения потому что они пустые ребятки ну это ваше невежество извините вам может сейчас очень обидно но это ваше невежество перед тем как идти и вот это вот все устраивать эти скандалы истерики пинать всех что это вы защищаете продавца я тут жертва несчастная пойдите и почитайте ну вот правда иногда аж вот ну зло не берет но как то так не знаю неприятненько что ли становится и так шамбурги то что у них желтая бульба это нормально а бульба у них вот так вот желтеет не потому что она умерла и собирается отвалиться нет она может быть желтая листья могут быть зеленые и это нормально она так растет посмотрите хотя бы фотографии если вам лень почитать это нормальное положение вещей так и должно быть это вам не продали 4 мертвых бульбы одну живую и как она теперь будет расти о боже нет так себя ведет шамбургия в обычном своем состоянии она не умирает и все так и должно быть не истерим 2 истерика была девушка напугалась вот этого и решила отрезать и оказалось что бульбы внутри пустые и в общем дальше пошла стандартная теория о том что она загнила изнутри она уже мертвая она настолько сгнила что внутри уже все высохла она пустая полая и в общем что же вы нам продали гады вы последним больше никогда у вас покупать не будем и так далее ребятки это нормально так и должно быть они действительно у них бульбы внутри пустые да и это такая у них жизненная позиция потому что внутри этих полостей селятся муравьишки которые живут в этой бульбочки да она для них домик и в то же время она получает пользу потому что эти самые муравьишки ну во первых как никак но удобряют тем что они тянут сюда этим своим даже жизнедеятельностью как ушками и прочим и что самое для нее главное они защищают свой дом свою бульбу и все растения от вредных насекомых поэтому она внутри и полая она правда не полностью пустая насколько я помню там какая-то часть бульбы да там где выступает домик для этих муравьишек поэтому это нормально она не сгнила она не какая-то плохая вам не продали какое-то г так и должно быть люди не плодите незнание давайте наши с вами невежество будем немножко как-то закрывать закрывать но одно дело конечно это не должны знать все это не должен знать каждый встречный поперечный но если вы даже если вы просто любитель орхидеи ценитель орхидеи даже если вы там мега профи котлеист или еще что-то вам не обязательно конечно же это знать про шамбурги но если вы заказываете шамбургию ну идите почитайте это вся информация про желтые бульбы про полость внутри бульб есть в самом обычном стандартном описании когда за речь отходит заходит они отходят заходит о шомбах так что не пугаемся никого не гнобим это нормально и кстати вот то что у меня тоже шомба приехала с муравьишками и они у меня тут копошатся вокруг горшочка да в таком небольшом радиусе нормально я не истерю по этому поводу это нормально потому что ну заказе приходит из тех мест где в общем то это все живет вместе и ничего страшного в этом нету так что вот такой вот ролик а нет наверное все таки бомбежать так поскромничала ну да подбомбила меня от этого все таки наверное наверное все таки да вот читайте ребята ну давайте не будем невежественными но все-таки что это наше хобби мы его любим и если же мы заводим то ну хоть чуть-чуть надо знать что ты растишь и как вообще это все происходит ой ой что там цветоносик все я отвлеклась мне там по моему чего-то там есть между листьев их интересное ну посмотрим покажет в будущем может там ничего не разобьется так на этом все рассказала девчонки не переживаем выдыхаем бульбы должны быть желтые внутри должны быть дырки приехавшие в них муравьи это нормально ничего страшного и на этом совсем все всем большое спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных свиньих в комментах ребята кто растет шум бы не первый год не будет очень интересно почитать ваш опыт что вы делаете как они у вас растут какие-то хитрости подводные камни тонкости с удовольствием почитаю когда сама что-то такое узнаю и этот ролик будет актуальным напишу да но пока пока стандартная информация личного опыта особого нету поэтому пользуюсь тем что может из знаний достать каждый все теперь точно все и всем пока пока